всем привет дорогие друзья и с вами и екатерина голышева как здорово что все мы здесь сегодня собрались не ну а если серьезно я очень рада что сейчас я сижу здесь и разговариваю болтая с вами надеюсь вы запаслись чем-нибудь вкусненьким чаёчком там я не знаю попкорном потому что давно с вами так не болтала не откровенничала поэтому у меня для вас кое-что очень крутое моя команда подготовила хейтерские комментарии на которые я буду отвечать и также нейросеть сгенерировала вопросы отдельно я должна буду отгадать где настоящий вопрос а где вопрос генерирован нейросетью будем миленько болтать с вами надеюсь никакого явного негатива не будет исходить от меня потому что я настроена на очень добрый и миленький лад почему ты скрываешь своего парня начинаете то я то думала мы как-то нормально и вообще все это блины я не хочу это комментировать на самом деле хочу ответить на этот вопрос достаточно банально всему свое время вот следующий вопрос а подождите я должна отгадать нейросеть это но я думаю что это вопрос от зрителя потому что очень много таких вопросов в целом видео ты снимаешь спортивный контент но тебе не кажется что надо похудеть блин но на самом деле я сразу же скажу что скорее всего это не нейросеть я думаю что это существующий комментарий но друзья я занимаюсь спортом для того чтобы похудеть и поддерживать свою фигуру понятное дело то что я не достигла еще того идеала и не достигла этой фигуры в которой я хочу находиться понимаете и поэтому люди как раз таки и занимаются спортом чтобы похудеть как я могу я не знаю заниматься спортом и уже быть какой-то я не знаю фитоняшкой я к этому дойду я к этому приду но сейчас я скажу что я достигла неплохих результатов потому что я 70 килограмм похудел до 52 сейчас мой вес 52 килограмма и я считаю что это достаточно хороший результат чтобы его показывать чтобы люди также и вдохновлялись также смотрели также хотели ходить в зал и чтобы знаете люди не думали что они придут в зал и через месяц уже станут там идеальными куколками с картинкой с картинок из пинтереста и я обожаю путешествовать и открывать для себя новые страны каждой поездки я заранее тщательно готовлюсь составляю маршрут собираю луки придумываю контент а еще перед путешествием я обязательно захожу в аптеку чтобы собрать аптечку в дорогу и быть готовой ко всему в последний раз я решила посоветоваться с фармацевтов по поводу ухода за кожей и это было лучшим решением я рассказала что хочу избавиться от прыщиков и других несовершенств кожи и фармацевт посоветовал мне вот такой комплекс очищающий гель корректирующий гель крем и увлажняющий крем мой же дневный ритуал теперь выглядит так утром я тщательно умываюсь гелем он совсем не сушит кожи но при этом оставляет ощущение свежести и уменьшает жирный блеск вторым шагом использую увлажняющий крем который укрепляет защитный барьер кожи и делает ее более устойчивой к влиянию окружающих факторов вечером я снова очищаю кожу гелями затем наношу крем гель от несовершенств который уменьшает покраснение и выравнивает тон и рельеф кожи теперь этот наборчик со мной везде и дома и путешествиях я на сто процентов довольны результатом вот что значит получить совет специалистов кстати сейчас на сайте сети аптека зерки можно приобрести все любимые средства виши или рожь позе по выгодной цене поэтому переходите по ссылке в описании и подбирайте свой идеальный уход зачем столько кликбейтов везде боишься что без них не интересно куда без этого это я просто не знаю как по-другому ответить на этот вопрос это достаточно логично я думаю я сразу же отвечу я думаю что это сгенерировал вопрос нейросеть а потому что как раз таки обычные люди понимают что все делают эти кликбейты все я не знаю выбирают из своего ролика что-то интересное и ставит это в название например там я не знаю чтобы было больше просмотров чтобы как раз таки людям захотелось посмотреть найти именно этот отрывок и послушать то есть это логично в этом нет ничего стыдного позорного плохого почему ваша дружба с соней выглядит такой фальшивой я на самом деле вообще не согласна с этим комментарием возможно это написал действительно какой-то человек под каким-то нашим видео мы уже дружим шестой год друзья и соня одна из близких моих подруг знаете серия как раз таки тот человек не родной человек который стал родным это тот человек с которым мы я делюсь всем абсолютно всем что у меня происходит в жизни соня знает все до мелочей у меня какая-то проблема у меня какая-то радость я всем делюсь знаете как говорят и в горе и в радости вот мы сони как раз таки такие близкие подруги ну короче я думаю что это реальный комментарий особенно последний ролик у меня был соней и я думаю что возможно там могли это написать каково это жить в мире иллюзий который ты создала вокруг себя ну все это точно нейросеть кто напишет такой комментарий и живется прекрасно я живу будущем и это будущее 4 года назад когда мы с ребятами только вот в хайп хаусе там начинали как воспринимали все эти дома и как воспринимали в логеров это уже совершенно по другому нежели чем сейчас сейчас нам относится более серьезно сейчас к начинающим блогерам относится совершенно по-другому нежели чем относились четыре года назад то есть время уже меняется я уверена что в будущем будет более развита и будет еще больше развиваться ты же отказывалась идти в хайп хаус за сколько тебя купили ой блин на самом деле такой классный вопрос на плане вопрос такой типа знаете ностальгию меня опять потому что последнее время я очень часто ностальгирует вот то что мы с ребятами разъехались и я уже начинаю по ним скучать говоря про хайп хаус это какой-то полный бред потому что я появилась в хайп хаусе еще до создания хайп хауса ребят изначально кто например полностью не знает нашу историю я скажу так мы с девочками приехали из разных городов и еще тогда а хайп хаусе о каком-то совместном доме не было и речи и как раз таки потом когда мы жили на одной квартире мы сделали свой канал куда выставляли какие-то смешные ролики и просто по угару назвали хайп хаус а потом когда заира наш продюсер предложила о давайте сделаем дом типа тик токера мы такие прикольно давай как назовем ну вот как наш канал называется так типа и назовем от этого все пошло а так меня никто не покупал и я не знаю откуда такой слух я думаю что это вопрос от настоящего человека это нейросеть просто от человека который не сильно знает возможно меня и нашу историю тебе не кажется что выпускать треки это вообще не твое блин друзья для меня это вот я честно сейчас признаюсь для меня это больная тема я не могу найти то что мне нравится и в последнее время я уже начала задумываться о том что может быть не не стоит это делать изначально когда я начала писать треки мне нравилось но ну вы же слышали мои треки это нельзя слушать дети вы понимаете нельзя на больших концертах концертах выступать с этими треками и я это прекрасно понимаю но мне это нравится но но мы начали пробовать разные стили мы начали пробовать одно мы начали пробовать другое последний трек а ум лето вообще в друсконародном все это вообще не мое и то есть я после последнего трека немножечко я не знаю у меня какая-то просто апатия у меня депрессия мы ищем 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 но я не могу и буквально на днях че даже через несколько дней вот и я еду писать к новому чуваку пробовать писать в новом стиле вот не знаю насколько это получится не знаю насколько вообще пойдет куда-то дальше этой студии не знаю а так я думаю что нужно просто опять же время и со временем мы найдем то что ищем я найду то что мне действительно нравится что понравится людям от меня но сейчас пока что ничего сказать такого прям не могу короче я думаю что это реальный человек Зачем ты рекламируешь то чем не пользуешься сама мой с этим кстати я не соглашусь я не буду говорить как все там другие я не знаю блогеры которые очень много я видела говорят типа вот мы это рекламируем но мы сначала это все попробовали я не буду так говорить но я скажу одно что всем что я рекламирую я пользуюсь на самом деле пример сейчас у меня глаза накрашены тушью и этим фломастером который подводка это то что мне приходило на рекламу это все то что я рекламировала и показывала вам я всем пользуюсь это что я продаю людям то что я рекламирую это все точно типа супер классно все проверено ребят можно мне доверять я думаю что возможно это сгенерировала нейросеть зачем дарить машину отчиму и снимать это на камеру показуха чину с того что подарила я машину в 17 лет и понимаете мне хочется показать это счастье всему всему миру мне хочется чтобы это увидели все если мне есть возможность это сделать почему это не сделать почему это даже не хвастовство типа это просто я захотела показать людям чтобы они оценили чтобы они ну типа сказали вау как круто главу как прикольно чтобы наоборот добавить какой-то мне мотивации что есть для чего работать дальше чтобы наоборот знаете показать пример другим людям что нужно радовать своих близких есть для чего знаете жить стремиться работы там и так далее я могу сказать что это не показуха это просто мне хотелось поделиться абсолютно всем со своими подписчиками когда я буду покупать дом и когда я буду дарить дом родителям я тоже все это сниму и все это покажу мне хочется не хочется показать и по свои успехи людям и я не думаю что это стремно мы этим можно погордиться и не знаю на самом деле кто-то написал но это если возможно какой-то старый комментарий манну пускай будет не растет что у вас германом сразу же хочу сказать что это реальный комментарий таких комментариев у меня очень много хоть жопой жуйте честное слово мы просто с германом очень близкие друзья многие говорят что дружбы между парнями девушка не существует но это вот как раз таки прям пример так же у меня есть еще один друг его зовут кирилл мы с ним дружим с колледжа то есть и до сих пор мы с ним дружим у меня два таких близких друга я не знаю серии появился такой вот вопрос у людей но нет мы с германом нет у тебя столько фильтров и ретуши зачем стремаешься но я вообще не скажу что я пользуюсь прям много-много какими-то фильтрами я очень люблю себя я очень люблю свою внешность и наоборот я очень много даже говорила свою аудиторию что нужно принимать себя таким какой то есть какими-то масками в соцсетях я могу пользоваться знаете какими-то сглаживающими просто в любом случае тебе приятнее смотреть на картинку когда нет ну не видно никаких там маленьких прыщиков вот даже вот сейчас например я снимаю ну без каких-либо фильтров у меня у меня даже чтобы понимали у меня даже нет сейчас тона на лице у меня просто реснички и стрелочки я думаю что это нейросеть потому что как-то не видела такие комментарии у себя это раз два но я правда действительно очень мало пользуюсь какими-то фильтрами и твои откровенные фото и видео считаются слишком провокационными почему ты не понимаешь что это привлекает негативное внимание но в целом вообще считаю что мой контент особенно в последнее время не такой открытый как раньше для меня фотографии в купальнике это абсолютно нормальные фотографии то есть я не знаю в каких-то коротеньких шортиках юбочках это это красиво это эстетика то есть я не показываю я не знаю свою грудь и свою попу только для того чтобы посмотрели на попу или на грудь я показываю в совокупности красивую фигуру я показываю эстетику то есть только поэтому а какие-то я не знаю я не знаю про какой негатив тут говорится я не знаю может вызвано быть только из-за зависти я думаю что это нейросеть кажется что ты часто преувеличиваешь и приукрашиваешь все свои истории это так ну отвечу честно иногда мне конечно хочется приукрасить истории какие-то чтобы это звучало интересней но я делаю это редко вот я сейчас даже сижу вспоминаю очень мало таких случаев особенно знаете на какие-то например серьезные темы ну к примеру что мне первое сейчас вспомнилось какие-то истории с больницами с какими-то диагнозами какие-то вот такие серьезные темы там никаких преувеличений не было а так если не знаю например поднять шумиху а вокруг какой-то я не знаю истории просто какой-то пылью знаете но хочется как-то поярче сделать эту историю почему бы не приукрасить я считаю что это очень многие делают короче а какие-то глобальные истории глобальные проблемы я никогда не украшала и выкладывала все так как есть я думаю что это реальный человек ты не думала что в какой-то другой сфере ты была бы более успешно чем просто фотать голую жопу а не буду говорить почему я так уверена но я прекрасная гадалка вот я например не знаю как вот это вот сейчас вот объяснить но последние расклады которые я делала везде однозначный ответ вопрос за вопросом ответ за ответом у меня четкий и ясный ну короче это мое призвание мне почему-то кажется чтобы ну что я была бы потрясающая и ведьма и гадалкой ну знаете вот есть вот в деревнях всякие бабки которые делают всякие вот приколы мне кажется я думаю что это реальный человек что бы ты сделала если бы все твои подписчики вдруг перестали тебя поддерживать и отвернулись от тебя блин ну честно сказать у меня как будто бы был такой период в моей и блогерской жизни это как раз таки тот самый хейтерский период когда мне кажется 80 процентов моей же аудитории хейтили меня то есть мои комментарии составляли 80 процентов негатива если не больше мои комментарии ты просто заходишь читаешь и ты не можешь найти какого-то адекватного комментария меня ненавидели все вот но в этот период и в этот момент я как-то говорила что у меня абсолютно без разницы на то что пишут но конечно все мы понимаем что в глубине души меня это задевала немножечко сейчас все таки я отошла от этого негативного образа и сейчас я больше пытаюсь показывать себя настоящую и мы уже отходим от этих негативных комментариев но я хочу сказать что мне как раз таки был похожий период но я как-то его пережила и справилась с этим неприятное чувство вот сталкивалась было надеюсь не повторится я думаю что это нейросеть вся сделана типа фигура ну как бы ответить конечно на этот вопрос сделанная залом 70 килограмм до пятидесяти двух это все-таки надо хорошенечко постараться чтобы сделать и слепить из себя такую прекрасную куколку но по поводу кстати могу груди сказать что без магических тем как раз таки не обошлось то есть там было колдовство там была некая магия травы знаете вот капустные травы я делала примочки а так в целом зал зал и магия это я считаю что написал настоящий человек кто такая мото 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 блин друзья это до сих пор самый популярный комментарий вообще в моей жизни давайте так скажем я не знаю уже прошло сколько прошло три года меня порой до сих пор называют мото мото я не понимаю в каком бы в каком году 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 застряли я не знаю вы не знаю я не знаю что сказать хватит перестаньте все уже нету мото мото то мото это бегемот это бегемота да которым меня взывали раньше когда я была полненькой но это было раньше друзья я вам хочу дать совет живите настоящим отпустите прошлое если вы прошлое не будете отпускать у вас и настоящего не будет понимаете я хочу сказать что это человек написал это то что нейросеть это понятно и очевидно думаю это был последний вопрос друзья и мне приходится сейчас с вами прощаться но мне честно не хочется потому что давно не было таких откровенных роликов знаете где вот так вот посидеть поболтать очень приятные чувства мне очень понравилось хоть знаете вопросы были и неприятного характера и нормальные вопросы и вопросы которые в целом меня никак не задевали но интересно было поотвечать интересно было знаете просто просто подумать вспомнить по ностальгировать все вот эти вот моментики сейчас я пережила вместе с вами надеюсь вам понравился такой формат видео обязательно ставьте пальчики свои вверх пишите комментарии как вам вообще ответы какой вопрос вам понравился больше помните ли вы мото мод ну и короче просто делитесь своим впечатлением в комментариях ну а с вами была я екатерина голышева всех люблю и буду с вами прощаться пока пока